И сейчас я хочу показать пример работы над слайдом, как уже Татьяна Викторовна сказала, я готовлю новый курс, посвященный квестам, и для него тоже готовлю визуальные опорные материалы, я еще не решила, будет это презентация или будет ли это презентация на доске Миро, какой из этих вариантов, но тем не менее я уже набираю контент и сейчас покажу кусочек текста, и мы с вами подумаем, каким образом превратить его в слайд для онлайн-выступления. Если много текста, разбейте на несколько слайдов, тоже не всегда подходящий вариант. Представьте, что у меня, например, для выступления 40 страниц А4, я могу это проговорить голосом, и это будет выглядеть достаточно нетяжеловесно, потоково, но если я эти 40 страниц текста с минимальной редактурой уменьшу на 25 страниц и перенесу в презентацию, это же сколько мне слайдов придется сделать и с какой скоростью мне придется их листать на часовом вебинаре. Вот такой вот кусочек текста, сам по себе он небольшой, я могу это проговорить условно за минуту, не торопясь, добавить еще какие-то подробности, то есть это вот запись какого-то моего же выступления немножко отредактирована. Я хочу сделать слайд, который будет ее иллюстрировать. Вот моя первая попытка для упрощения, я сейчас не беру никаких иллюстраций, то есть все примеры, которые я буду показывать, будут без схем, без иконок, без картинок, мы полностью сосредоточимся только на тексте. Подходит ли этот слайд для вебинара? Что в нем не так? Что вы порекомендовали бы изменить, улучшить, переделать? Напишите, пожалуйста, ваше мнение в чат. Да, где-то может быть лучше схема, но я еще раз повторю, что для чистоты эксперимента мы работаем только с текстом. Про схемы, про иллюстрации это уже отдельный разговор, сейчас просто попробуем большое количество информации расположить на слайде так, чтобы это подходило для вебинарной комнаты. Так, схемы, диаграммы, шрифты, мало информации, заголовок крупнее, а текст мельче. Вот давайте опять же пробежимся по нюансам выступления на вебинаре. То есть, как мы говорили, мы думаем про то, как это будет смотреться в интерфейсе, как это будет смотреться в той программе и сервисе, где вы это выступление проводите. Мы думаем, как пользователь будет воспринимать эту информацию. Пунктами, буллитами, крупный шрифт, выбрать тексты и шрифт. Сейчас, например, если я включаю в вебинар.ру, буду проводить этот вебинар, то детали интерфейса не будут накладываться на слайд. С этой точки зрения с ним все в порядке. Если я возьму другой сервис, например, буду проводить через StreamYard, то на правый нижний угол наложится мое изображение, и часть текста будет закрыта. Не будем ничего читать. Текста на экране слишком мало. То есть, вот если я говорю, что у меня на то, чтобы проговорить это голосом, уйдет минута, то вот такой вот слайд для минуты на экране, он недостаточно насыщенный. То есть, визуально пользователь очень быстро заскучает, для него здесь мало информации, мало того, что он может рассматриваться, можно рассматривать, и он отвлечется на другие вкладки в браузере, на экран мобильного телефона, на то, что происходит вокруг. Так, поменять местами заголовок и текст, привести примеры. Текст должен быть концентрован или по расширению. С точки зрения центровки и расширения я абсолютно не согласна. Наш паттерн чтения опирается на левый край, и с левого края эту информацию проще считывать, F-паттерн следует следовать. Центровка дает нам сканирование, а не чтение. Заголовки могут быть разные. Заголовок может быть и, наоборот, специально меньше текста. Тут это уже вопрос вкусовщины. Основной нюанс этого слайда в том, что для вебинара он недостаточно насыщенный. Вот я сейчас уже говорю чуть больше минуты, и у вас на экране висит один и тот же слайд. Насколько сейчас на него интересно смотреть? Обратите внимание, на чем вы сейчас сосредоточены. Смотрите ли вы в чат, смотрите на мое изображение, или уже давно на что-то отвлеклись. Сам по себе слайд недостаточно насыщенный для того, чтобы привлекать внимание. Давайте я сделаю другой вариант. Я ушла в ваши замечания. Я сделала заголовок крупнее, текст меньше. Сделала дополнительные подзаголовки. Там уменьшила размер. Как теперь выглядит этот слайд для вебинара? Так, отлично. Многовато текста. Еще какие-то замечания? Мелко, лучше. Опять же, точно так же смотрим. Да, текста много. Текст читается на экране, текст мелковат. Действительно, здесь крупность текста недостаточно даже для экрана компьютера. Для того, чтобы его прочитать, приходится полностью сосредоточиться на слайде. И когда вы начинаете читать то, что написано на слайде, у вас аудиоканал отключается. Вы меньше слушаете меня. Я могу говорить очень какие-то важные, интересные, полезные вещи. Но вы полностью сосредоточены на слайде. То есть в этот момент можно дать такой слайд, но информация, о которой говорит спикер, должна быть не настолько важной. Могут быть ответы на вопросы. Можно вообще включить музыку и дать людям время прочитать этот текст. То есть сейчас слайд перенасыщен, и он полностью отвлекает внимание от спикера. Много текста и шрифт мелкий. Можно оставить только примеры. То есть видите, да, что вроде бы да, все хорошо, но недостаточно. Нужно этот слайд еще каким-то образом улучшать. Давайте еще один вариант. Я учла ваши замечания, сделала шрифт крупнее, текст уменьшила, я убрала примеры. Так, вместо текста можно фотографии и читать вслух текст. Можно, но, как я уже говорила, специально для примера. Сейчас делаем слайды только с текстами. Понятно, что через схемы, через фотографии, через какие-то графические элементы я себя раз в пять, когда готовила презентацию, била по рукам и говорила, мы работаем только с текстом. Не надо сейчас вот никаких картинок вставлять. Это на самом деле, да, сложно держаться в рамках только текста. Так, скучно. Отлично. Предыдущий больше. Понравился потому, что более монотонный, рассматривать неинтересно. Так, лучше каждый раздел на отдельном листе и добавить примеры. Отлично, совершенно верно. Я добавлю еще один такой момент. Совершенно отвратительная длина строчек текста. То есть, когда мы блоки текста делаем вот такие вот узкие по ширине, они намного хуже читаются сами по себе. И мы увеличили шрифт, но при этом читаемости текста на самом деле потеряли. Так. Отлично, совершенно верно. Давайте попробуем поправить эту ситуацию и сделать блоки текста более широкими. Для этого мне придется переложить карточки. Сейчас у меня вот вертикальные карточки. Я сделаю длинные горизонтальные строчки. Ну и чтобы не было скучно, добавлю заголовок, еще какой-то дополнительный текст. Вот я переформулировала. Добавила заголовок, добавила пояснение и разложила строчки по длине. Что не так? Все ли ваши замечания я учла? Может быть, что-то еще стоит изменить и добавить? Ну, информация, ну, понятно, что это презентация для выступления. То есть, говорит еще и спикер. Примеры, какие-то нюансы он может привести и голосом. Важно, чтобы и слайд был. Так. Низ не нужен. Текст внизу. Может не читаться. Верхний текст точно так же. В зависимости от программы и сервиса, интерфейс может перекрывать. Я вам уже говорила этот нюанс. Что нужно оставлять широкие поля по краям слайда для того, чтобы интерфейс не перекрывал какую-то важную информацию. Не хватает яркого пятна для внимания. Да, согласна. Нужно будет добавить какие-то акценты. Это само собой. Цвет, минимальную анимацию. Выделить какой-то текст. Фрагментарный текст сложен для восприятия. Да, я тут подумаю еще, как с этой информацией справиться. То есть, смотрите, сейчас вроде бы уже лучше разложено на экране, но нет учета нюанса с интерфейсом. Что нужно добавить поля для того, чтобы интерфейс не перекрывал какую-то часть текста. Нижняя строчка не нужна. Тут я тоже совершенно согласна. И вот смотрите, опять же, мы забыли то, про что говорили в самом начале. Мы говорили, что если минуту на экране будет висеть вот такой вот слайд, то это будет слишком скучно. Да, здесь текста больше, чем в самом первом примере. Тут есть на что посмотреть. И есть возможность послушать спикера. Но при этом на экране это остается одно и то же, и внимание аудитории рассеивается. Поэтому для того, чтобы этот слайд улучшить, я предлагаю сделать вот такой вариант. Каждую порцию информации давать на экране постепенно. То есть сначала строчка с тематической. Да, совершенно верно. Юлия, порционно добавляем текст. Потом строчка с сюжетным сценарием. И затем строчка с театрализованным. Так получается, каждые 20 секунд на экране будет что-то меняться, что позволит аудитории быть более сосредоточенной. У людей будет время прочитать каждый кусочек текста. И сам слайд будет смотреться сам по себе, будет смотреться аккуратнее. Я согласна насчет того, что очень сильно не хватает каких-то ярких пятен. Да, совершенно верно, Ольга, вы говорите, что текст сделать более насыщенный или подсветить прямоугольник с данной кнопкой. Видите, мы с вами думаем в одном направлении. И таким образом мы соблюдаем и нюансы по интерфейсу нашей вебинарной комнаты, и интересы пользователей для того, чтобы они не скучали, и оптимальное количество информации на экране для того, чтобы можно было и прочитать, и в то же время не отвлекаться полностью от того, что говорит спикер. Двоеточие не нужно. Да, не нужно тут, наверное, лишний вариант. Я бы сделала еще, у меня была мысль сделать более яркий там И, то есть вот такое описание тематического квеста. Вот сюда сейчас вернусь на предыдущий слайд. То есть тематический квест выглядит вот так, а если нужен сюжетный, то нужно вот и это добавить, и вот это добавить для театрализованного квеста. Но это уже отвлекло внимание от нашего с вами учебного примера. Вот. Но у меня будет возможность еще доработать, подумать, и решить, как лучше представить такую информацию. То есть если речь идет про презентацию, то и вот как я сейчас показываю из PDF-файла, то я делаю несколько слайдов, на каждый из которых добавляю информацию порциями. Я обычно называю это псевдоанимацией, когда реальной анимации нет, тем не менее, есть какой-то эффект изменения информации на экране. Если я буду проводить презентацию через Миро, то я сделаю наоборот, из-за технических особенностей платформы, я скрою часть текста и, например, нарисую сверху серый прямоугольник, и когда буду доходить до следующей порции информации, я буду прямоугольник удалять, и будет эффект как раз появления какой-то информации. То есть так или иначе у большинства программ, у большинства сервисов есть возможность дать как раз эффект псевдоанимации.